Добрый день! Посмотрим сегодня, какие изменения случились на небе за эту неделю. На что нам обратить внимание, что нам благоприятно, что нам не очень благоприятно. Вот если обратить внимание на карту неба, вот этот большой треугольник, вот такой вот, что он был прошлую неделю, что он сейчас есть и еще какое-то время он будет. То есть в целом на небе такая немножко напряженная ситуация, но это хорошо, когда нет напряжения, нет роста. Сегодня мы имеем в виду, умеем солнце в третьем градусе Девы, Луна при этом идет по знаку Близнецы. И когда солнце в Деве, Луна в Близнецах, то нервные клетки у всех падают очень большим напряжением. Но это скоро пройдет, буквально вот-вот-вот-вот. Первого числа Луна подходит к точке, которая называется Новолуния. Первого сентября. Обратите внимание, вы можете загадать себе самое такое заветное желание, которое вы хотите. А поскольку Луна полного Луния будет именно в Деве, то рекомендую, чтобы это желание Дева земной знак было как-то связано с продвижением по службе, с работой, с каким-то увеличением финансового благополучия. То есть вполне материальные какие-то земные заботы. Не забудьте, первого числа непременно загадайте желание где-то, сейчас мы посмотрим, 9 градусов, 7, примерно часиком к 12-13. У Дев было какой-то период напряжения, сейчас напряжение еще остается, но значительно меньше. Уже вот здесь есть такой зелененький аспект, очень симпатичный. Он говорит о том, что многие Девы сейчас найдут какой-то креативный вариант выхода из накопившихся проблем. То есть не смотрите немножко нестандартно, несколько по-творчески что ли. Весы. К вам вот-вот-вот, совсем скоро перейдет Венера, буквально вот в начале следующей недели она уже будет в вашем знаке. А Венера это управитель знака весов, так что вы будете самыми красивыми, самыми симпатичными, самыми привлекательными. Вот будете идти по улице, если идет девочка и очень красиво улыбается, вы можете быть уверены, что это вот она весы по знаку зодиака. Скорпион. Солнце в Деве наконец-то перестало мешать скорпионам, как это было, когда оно было во льве. Скорпион начинает медленно, но постепенно наращивать свои обороты. Опасность есть у скорпионов, там находится черная луна и где-то еще месяца 4 там будет находиться. То есть иногда у скорпионов они будут обуреваемы всякими страстями, всем таким. Но вы уж как-то держите себя в руках. Стрелец. Стрелец сейчас самый главный знак в плане социальном. Там находится Сатурн и Марс. Сатурн у нас за управление отвечает. То есть стрельцам сейчас будет... Стрельцы политики будут набирать вес. Стрельцы бизнесмены будут чувствовать более такую серьезную свою позицию. Но, опять-таки, это находится на вершине вот этого самого треугольника, о котором я говорил, напряженные. То есть не ждите, что все будет легко и свободно. Все будет с некоторым напряжением, но вы дойдете до поставленных себе целей. И положение Марса рекомендует не проявлять агрессию ни в каком вообще варианте. Или вообще никогда не надо проявлять. Но при таком аспекте это может... Резонанс очень мощный может пойти обратно. Козерог. Козерог по-прежнему находится на хорошей волне. Мало того, переход Солнца в Деву еще больше усилил эту позицию. Рекомендую козерогам 1 числа на Новолуне загадать какое-то желание, связанное с... Не местечково там, не на 100 рублей, а на 10-20 тысяч. Ну, образно. То есть, то, что вам сегодня кажется нереальным... Вот загадайте себе что-то нереальное. Все у вас получится. То есть, козероги полный вперед. Вам ничего сейчас не мешает. Вам иногда может мешать только ваши личные, собственные, индивидуальные сомнения. Вот если козероги себе в голову вобьют, что... Ой, я не могу. Конечно, не сможете. Вы сейчас все можете. Водолеи. Сложно сказать что-то и хорошее, и плохое для водолеев. У них все как-то... Негативные полосы, которые были одна за другой, завершились. Мало того, переход Венеры в весы как-то раскроет перед водолеями сейчас финансовые возможности. Очень благоприятное время посмотреть в сторону, выйти замуж, жениться. Или же, если вы уже в браке, то какое-то укрепление будет семейных отношений. Если вы занимаетесь бизнесом, очень благоприятное время для налаживания партнерских отношений. И как-то будут увеличиваться финансовые потоки. Во всяком случае, я вам этого желаю. Маленькое отступление. Если Венера хорошо расположена к водолею, это вовсе не означает, что на вас посыпятся деньги. Но это означает, что у вас благоприятное время для того, чтобы, делая что-то, они к вам будут поступать. То есть, если вы подумаете, что у вас будет много денег, сядьте на диван и будете их ждать, их не будет. Это всего лишь благоприятная возможность, которую можно использовать, а можно не использовать. Рыбы. Рыбы уже, наверное, так привыкли к сложностям, что уже когда солнце уйдет из-за позиции, им уже, наверное, скучно будет. В общем, да, сейчас период перемен для рыб. И такой вот при этом треугольнике сейчас некая пиковая точка, после которой напряжение начнет уходить. Что я не могу сказать. Держитесь. Овнам буквально не так давно им было хорошо по всем направлениям. Сейчас им хорошо по трем направлениям. То есть, многое, что раньше само по себе происходило, сейчас придется прикладывать какие-то усилия. Тем не менее, у них достаточно мощно расположен Сатурн с Марсом по отношению к Овну. То есть, продвижение в политике, продвижение своих интересов, продвижение... Овны политики сейчас могут четко доносить свою позицию. Они могут вести за собой людей, к ним будут прислушиваться. То же самое касается Овнов бизнесменов. Очень благоприятно такое положение для тех Овнов, которые занимаются в спорте. Мало того, Овнам я бы рекомендовал заниматься активными видами спорта. При таком Марсе у них сейчас не просто будут хорошие результаты, а очень благоприятно для тела, для мышечной массы, для суставов и всего такого. Телец. С таким Юпитером и Солнцем, как сейчас, тельцам бы поменьше кушать. Рекомендую 29-30, ну к первому числу, посидите и подумайте. У вас особый совет на Новолуне. Перед Новолуне, последние два лунных дня, посидите и подумайте, от чего вы в жизни хотите избавиться. Ну, например, вы хотите бросить курить, или вы хотите какую-то черту характера, там, раздражительность, еще что-то убрать. Или же дома стоит шкаф, который уже пять лет, как вы хотите, выбросить, и вам все лень. То есть символически от чего-то освободитесь. Чтобы на Новолуне, и на Новолуне, значит, например, выкинули шкаф, и первого числа пошли себе купили что-то новое, например, вазон с цветами. То есть что-то выкиньте старое, и что-то внесите в дом новое. И оно даст очень хороший толчок для нового развития, для новой жизни. Близнецы. Сегодня луна в близнецах, сегодня близнецы будут нервничать, как никогда. Тем не менее, вот близнецы, так же, как и рыба, они, ну, близнецам проще. Рыба, они более-таки спокойные, а близнецы, они привыкли, когда много движения. Поэтому вот этот период, который у них сейчас, он их не портит, он их, наоборот, делает более мощными, более сильными. Я представляю, что же с ними будет где-то через годик, когда Сатурн выйдет из-за позиции. Наверное, сильнее близнецов вряд ли можно будет встретить. Рак. Раки, они очень чувствительны к движениям луны. Поэтому к этому новолунию ракам я рекомендую отнестись более внимательно. Новолуния будет выгодной для рака позиции, потому что дева дружественная для раков знак, дружественная стихия. Посмотрите, подумайте, загадайте себе желание, что-то связанное с раковиной, то есть с домом. Например, у вас двухкомнатная квартира, захотите себе трехкомнатную. Или там у вас есть домик двухэтажный, захотите построить какую-то там башеньку и фонтанчик. В общем, что-то связанное с домом. Либо как-то мебель поменять, либо еще что-то. И оно привлечет остальные позитивные изменения в вашей жизни. Лев. Ну, так же, как и Овнам, две мощные планеты, Сатурн с Марсом, в очень хорошей для Льва позиции. Им, конечно, менее фартово, чем когда солнышко шло по их знаку. Но, тем не менее, для них все горизонты открыты. Сатурн дает возможность Львам иногда даже быть посредником в решении каких-то юридических вопросов. Очень благоприятно Львам девочкам. У них будет просто шикарное отношение выстраиваться со всеми. Они могут быть шикарными посредниками. Львы-мальчики будут просто к ним даже подойти. Будет сложно. Вот корона вырастет. Но, опять-таки, это нехорошо, это плохо. Я считаю, что лучше, когда человек себя переоценивает, чем недооценивает. Вот примерно так будут располагаться планетки в этот период.